Сегодня, после расширенного оперативного совещания, наша съемочная группа встретилась с первым заместителем главы городского округа Химки Олегом Шаховым. Он дал нам расширенное интервью, в котором рассказал о себе и своем опыте работы в федеральных и региональных структурах. Олег Федорович, ну расскажите о себе, где родились, чтобы наши жители знали, откуда вы. Я родился в старинном русском городе Кострома, где рос, учился до 9 класса включительно. Занимался спортом, плаванием, был трехкранным чемпионом в своей области. При этом всегда хорошо учился, знал математику, побеждал на городских и областных олимпиадах, где был замечен. И в 10 класс я поступил, сдав экзамены, в физико-математическую школу-интернат при МГУ номер 18, чем, откровенно говоря, очень горжусь. После того, как закончил эту школу, я поступил на Мехмат МГУ, получился первый курс. Тогда было время, когда с Мехмат МГУ сняли бронь, и меня призвали в армию. После первого года обучения я на два года ушел в армию, где отдал долг своей родине, отслужив. Эти два года вернулся в Альмаматор, продолжать учиться. Было уже интересно не только учиться, но и заниматься общественной работой, работать с людьми. Я стал профоргом сначала курса, потом факультета, и постепенно дорос до освобожденного инструктора Объединенного правкома МГУ по работе со студентами. И в моем введении было 22 тысячи студентов, тогда сейчас университет намного больше, 3 тысячи аспирантов. Это была непростая работа, потому что в то время, когда я там работал, пришлось на момент перестройки, когда и люди стали другими, и отношения стали другими, и финансирование стало совсем другим. И люди работали уже не за благо или какие-то льготы, а именно на совесть, на том, что это надо сделать. Я считаю, что школа профсоюзная, которую я прошел, очень много мне в жизни дала умения слушать людей, видеть их проблемы и их решать. Поэтому благодарен Московскому государственному университету не только за те знания, которые я получил на МИХМАТе МГУ, но и за те навыки жизни, которые я там приобрел. После окончания МИХМАТа МГУ было предложение заниматься научной работой. Но к тому времени у меня уже была семья и был ребенок. И стипендия аспиранта тогда уж точно не позволяла прокормить не только семью, но и себя. Я пошел работать. Так моя жизнь складывалась, что моей столбовой дорогой по жизни, наверное, было развитие инвестиций. И до 1998 года я работал, а потом возглавлял компанию, которая занималась инвестициями на рынке ценных бумаг. В 1998 году меня пригласили инвестиционная группа «Рост» своим финансовым директором. Эта группа занималась как раз санацией и антикризисным управлением небольших относительно пищевых предприятий, где я приобрел первый опыт управления корпоративными финансами. После этого были более крупные проекты. Я действительно пришел работать в компанию «Металлоинвест». Сначала директором по направлению, а потом стал вице-президентом этой компании. И мы, наверное, одни из первых в России начали проект создания вертикально интегрированной агропромышленной корпорации. Она называется «Столинская Нива». До сих пор она живет и здравствует в Белгородской области и имеет предприятия еще в соседних областях. Тогда это было 300 тысяч гектар земли, 180 тысяч гектар башни, более 22 тысяч работающих в 60 сельхозпредприятиях. Надо понимать, что и сейчас в сельском хозяйстве не все хорошо. Тогда было совсем напряженно и работа там была непростой. Пришлось, как я говорю, на пузе проползти четыре области, заглянуть в каждый свинарник, коровник, пройтись по каждому полю для того, чтобы принять решение, стоит ли включать в эту корпорацию то или иное сельхозпредприятие. Этот проект был успешно запущен и, как я сказал, уже живет до сих пор. После этого съездил в Оренбургскую область, в город Новотроицк, где работал заместителем управляющего директора по развитию НОСТы. Это Орско-Халиловский металлургический комбинат, где тоже около 25 тысяч работающих. Оно находилось в предбанкротном кризисном состоянии. И мы очень неплохо поработали. Команда, которая там приехала, и сейчас это одно из ведущих предприятий металлургической отрасли России, которое славится, может быть, даже не объеме стали, а качеством. Из стали Орско-Халиловского металлургического комбината делают броню всех видов специальной стали для строительства и для жилищно-коммунального хозяйства. Там меня заметили в Министерстве экономического развития и торговли, пригласили на работу в это ведомство. Я возглавил департамент инвестиционной политики, где как раз и формировалась политика инвестиционная всей страны. Из показателей могу сказать, что когда я пришел, рост инвестиций в годовых составлял 2,6%. Когда я уходил с этого департамента, он уже составлял 9 с лишним процентов. Потом он продолжал расти, достигал планов 12% чуть больше, но сдвиг был существенный. Это действительно работа с непосредственными инвесторами, это работа с административными барьерами, это работа с нормативно-законодательной базой, которая позволяет привлекать инвестиции. После этого меня пригласили работать в Воронежской области вице-губернатором по экономике. Соответственно, в мое ведение входило и развитие инвестиций. Благодарен Кулакова Владимиру Григорьевичу, губернатору тогда Воронежской области, с которым достаточно хорошо поработали. И там я приобрел опыт работы региональной. Очень мне нравилось работать в Воронежской области, но реформа 2004 года, правительство, меня пригласили в Федеральное министерство транспорта, и Левитин Игорь Евгеньевич, возглавить Департамент развития инвестиций, где, понимая, что самая тяжелая ситуация у нас в дорожной отрасли, и надо было придумать и применить что-то, что могло дать толчок к развитию этой отрасли. Мы разработали систему государственного частного партнерства. Я заверяю, что государственное частное партнерство у нас в России пошло все-таки из Министерства транспорта. И потом, сейчас приняло уже достаточно большие объемы, и все о нем говорят, и это действительно хороший механизм для того, чтобы привлекать инвестиции. Защитив программу государственного частного партнерства в транспортной и дорожной отрасли, мне доверили ФГУ Дороги России, перед которой поставили задачи заняться развитием концессионных соглашений Российской Федерации. Для понимания тогда не было ни закона о концессиях, когда я пришел на должность директора ФГУ Дороги России, не было ни инвестиционного фонда, который позволял гарантировать инвестору вложения на понятный срок, хоть и небольшой, но 5 лет это уже не год, который дает бюджет. И не было проектов, по которым можно было строить. 5 лет работы, мы очень много работали с иностранными инвесторами, которые являются крупными специалистами в этой отрасли. Они не верили, что мы так быстро сможем разработать проекты и запустить, потому что, несмотря на их опыт 40-летний в этой области, менее 7-10 лет такие проекты не прорабатываются. Мы смогли запустить их за 5 лет, и на сегодняшний день несколько проектов реализуются. Я этими проектами горжусь. Это и начало строительства Дороги Москва-Санкт-Петербург, который позволит, наконец, разгрузить пробку, бесконечную пробку на Ленинградском шоссе, которая, я считаю, является в том числе экологическим бедствием не только для жителей Химок, но и для всего Подмосковья, а также затрудняет жизнь и портит нервы всем, наверное, проезжающим по этой дороге. Проработав в Министерстве в Годорогах России, в Годороге России, я возглавил крупнейший в России институт Гипродорни, институт с 80-летней историей, 2,5 тысячи человек, из них 2 тысячи человек проектировщиков, он крупнейший не только в России, но и в Европе. 40% дорог спроектировано этим институтом Российской Федерации за всю его историю. На тот момент около 50 контрактов заключенных, но основные из них это проектирование транспортной инструктуры к Азиатско-Тихоокеанскому экономическому саммиту и до половины транспортной инструктуры, дорожной инфраструктуры в Сочи к Олимпиаде. Надо сказать, что горжусь тем, что проектирование в горной части школы проектирования горных дорог в России было почти потеряно, и пришлось создавать команду заново, которая смогла это сделать, и не только по требованиям российским, но и под внимательным надзором МОКовских специалистов, которые предъявляют повышенные требования к безопасности и надежности этих дорог, и мы смогли справиться и в срок и вовремя сдать проекты для того, чтобы эти дороги строились, и сейчас уже часть дорог построена. Поработал в Москве по приглашению Собянина Сергея Семеновича, где воздавлял комитет Москомэкспертиза. Все проекты строительные, которые строились на территории Москвы, проходили через этот комитет, и что такое стройка, и как правильно проектировать строительство и дороги, знаю не понаслышке. В последнее место работы первый заместитель губернатора Тульской области, куда был приглашен Груздин Владимир Сергеевич, он мне доверил самый непростой блок жизнеобеспечения, в моем видении находились строительство, дорожное строительство, дороги, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Надо сказать, что это огромное искусство в рамках небольшого бюджета, управлять этим хозяйством так, чтобы оно не только не ухудшалось, но и развивалось. Надо сказать, что команда под руководством Груздин Владимира Сергеевича почти невозможна, и в дороге в Тульской области, я уже туликам предпридаю, улучшаются на глазах, и я думаю, что в обозримое будущее будут приведены в полный порядок. Вкратце я рассказал о своем жизненном пути, и очень надеюсь, что те, кто меня будут слышать, и те, кто задает вопросы, а кто такой Шахов, поймут, что опыт, который я приобрел на своем пути, мое образование, если сказать пару слов, то помимо Мехмата МГУ, занимаясь инвестициями, я окончил финансовую академию предприятий Российской Федерации, после чего защитил кандидатскую диссертацию, чтобы разбираться, а я люблю разбираться в тех проблемах, которыми занимаюсь, досконально. Может быть, не так быстро, как иногда хотелось бы, но я считаю, что иногда все-таки лучше, если не семь, то два-три раза отмерить, для того, чтобы принять решение и отрезать. Когда занялся концессионными соглашениями, а это одна из самых сложных форм привлечения инвестиций, где сплав технических наук, финансовых и юридических. Со стороны иностранных инвесторов работали самые высокопрофессиональные юристы и финансисты, чтобы говорить с ними на одном языке, я решил получить образование специальности юриспруденции, поступил в Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации, который закончил с отличием. Поэтому на сегодняшний день у меня действительно есть багаж знаний и опыт, который, я надеюсь, позволит не только подхватить хозяйство, которое не очень понравилось в городе Химки, но и развивать. Я настроен очень серьезно работать не только с теми людьми, кто работает в администрации, но и со всеми жителями, с общественными организациями. Мы будем выстраивать откровенный диалог, будем слушать и прислушиваться к каждому человеку. Я надеюсь, что вместе у нас все получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова